Не понял, это что за рукоделие? Кэп, ну, ты же сам понимаешь, времена такие, как бы, ничем не брезгуем. Деньги на донат нужны. Вот, открыл свое небольшое дело. Деревянными членами торгую. Да ты че, братишка, не нужна эта шишка? По ссылке проходишь, все нужное находишь. Броня-авангард и могучие пушки. Полетят мозголомой, как с напильника стружки. И с таким набором, на дип точно пойдет. Хе-хе, бой! Билдосик подождет! Билдосик подождет! Билдосик подождет! Билдосик подождет! Нагово! Кидака Паде Детак Добко представляет. Богованное имбище, или как баланс вышел из чата, увидев G36. Я думаю, ты сгущаешь краски, мой друг. А я думаю, Капитан Очевидность, ты недостаточно шаришь за нагиб. Приветствую вас, леди и джентльмены. Другие подруги, с вами Рокутагин, Капитан Очевидность и новинка до класса Штурмовик. Хеклер Ункох G36. И новинка, это, друзья, просто-напросто рвет все представление о классе и рвет мозг. Мало того, что у этой пушки вот такие изначальные ТТХ, по которым мы понимаем, что это улучшенная версия МСБС ГРОД, так еще с помощью специальных модификаций получается целых три варианта этого ствола. Стандартные усиленные определенными модами, на ваш выбор я, например, усилил урон, урон по конечностям и скорость бега. Можно поставить и другие стандартные модификации. Второй вариант с особым модом на темп стрельбы, с которым эта пушка начинает напоменять царь инженера, но при этом с множителем в голову 6. И третий вариант, на первый взгляд, совершенно незрачный, это когда пушка получает космический урон, который с помощью еще одного мода на урон можно разогнать до более чем 170, но при этом оружие стреляет отсечками, и, наверное, многие из вас скажут, это неинтересно. Однако, друзья, в итоге совсем наоборот. Это что же получается? Вместо одного доната мы получаем сразу три. Так и выгодно. Так и да, друг мой, выгодно. Только не подумай, что исключительно тебе. Как мы помним, друзья, детальки-то с неба не падают. Да и тратить свое время на прокачку, пусть и изначально хорошие пушки, многие не захотят, поэтому просто тупо задонатят. Донат на прокачку, донат на закрытие контрактов, дабы еще получить детали. И вот уже мы понимаем, что пушка-то может быть одна, а в ней целых три варианта, скажем так, три доната в одной пушке, но и заплатишь ты в итоге, если не хочешь мучиться и рвать жопу больше, чем за обычную одну пушку. Вначале выбишь, потом прокачаешь, потом контракты закроешь. Так что правильно сказал Кэп, так и выгодно. И какой вариант этой пушки, Рокутаген, по твоему мнению, лучший? А вот хрен его знает, капитан очевиден. Да, друзья, вы знаете, варианты разные, но какой из них однозначно лучше, мне, честно говоря, неведомо. В классическом варианте, когда мы добавляем просто моды на урон, урон в конечности, там что-нибудь, по вашему желанию, я, например, скорость бега поставил, пушка вроде остается почти та же. Но дураку понятно, что когда урон 99 и 720 темпа стрельбы, она как бы та же, но по сравнению с другими пушками, она просто огонь. И при этом, поскольку мы не используем специальные особые модификации, мы не получаем серьезных дебафов. Таким образом, мы получаем улучшенную версию Грота с уроном почти 100. Вахуй, просто! Да, солнышко светит. Имбу, значит, вели, примета такая нынче. Пожалуй, единственное, чем эта пушка уступает Гроту, так это отдачей, потому что она здесь есть, друзья, это надо учитывать. Нет, она не какая-то космическая. Если вы зажмете, то да, вы увидите, что прямо отдача уйдет куда-то вверх-вверх-вверх. Но на самом деле, первые, не знаю, выстрелов 10, наверное, даже больше, почти полмагазина, как-то даже не приходится особо контролить. То есть, летит легко, легче вот для меня лично, нежели со многих других стволов. Например, легче, нежели чем с Галилу второго поколения, потому что там очень рано начинается серьезный рандом, и как бы вообще вот стрельба вот такая становится. Здесь такого нет. Здесь такое будет происходить где-то, наверное, после двух-третьей стрельбы из магазина. То есть, только так. Все остальное прямо шоколадно. Начало стрельбы, середина прямо вот, ну, особо отдача, честно скажу, вообще не чувствуется. Второй вариант нам позволяет развить космический темп стрельбы, но при этом у нас, конечно же, урон срезается. Но вы знаете, я не вижу, чтобы вот на каких-то ближнесредних дистанциях эта пушка не ваншотила в голову. Да с таким темпом она еще и в тело пилит. Вообще просто так вот, знаете, прямо вот, не щадя никого. Самый загадочный третий вариант, потому что, ну, любой человек, который увидит пушку, пусть с огромным уроном, но она стреляет отсечками, он сразу подумает, блин, прикольно, может даже будет классно, но все-таки это оружие портфан, либо, как бы, для прям таких мастеров-мастеров, а для большинства игроков это типа не подойдет. Но не в этом случае. Даже после небольшого нерфа, который произвели на ПТС, теперь отсечка имеет меньше темп стрельбы, тем не менее, эти отсечки, которые залетают в тело, это просто, это ад какой-то. Они все, сука, уничтожают. И, пожалуй, наоборот, игрокам с не очень высоким уровнем игры этот вариант понравится больше всего. То есть вот стрельба отсечками, как ни странно. Некоторые сравнивают с Энфилдом, но, друзья, я с этим не согласен. Энфилд, если честно, и рядом с этой пушкой не валялся. И, вы знаете, возможно, при привычке, когда ты понимаешь, как стрелять, когда эти отсечки выпускать, третий вариант будет самым имбовым. Да, вот даже Кокос пришел, мой сладкий, вот он, он пришел, чтобы подтвердить. Он говорит, друзья, да, вы не представляете, отсечки это жопа. Я еще, кстати, краем уха слышал, как ты там что-то про баланс грустно так хрюкал. Да, дружбан, не сыпь мне соль на рану. Друзья, хотим мы того или нет, но баланс нереально пострадал. Вы спросите, почему? Ответ невероятно прост. У нас только что с введением этой пушки очень сильно ущемили класс под названием инженер. По сути, тот же МСБС Грот был, знаете, вот такой вот жопоболью инженера. В принципе, потому что на его дистанциях он имел шансы, может и похуже, но не сильнее, нежели инженер. При этом эта пушка и в голову ваншотит, и на дистанции пилит, а когда ее улучшили, так вообще ништяк стало. А теперь же нам вводят оружие, которое является, по сути, улучшенным Гротом. По всем параметрам, кроме отдачи. Да еще можно модификации ставить. И скажите мне, пожалуйста, а что же теперь вообще делать этому самому инженеру? Почему-то я особо не сомневаюсь, что его САР вместе с его Дезертеком будут делать глубокий, сука, однозначный Сосо Павлеашвили. Без шансов и вариантов. И именно это, пожалуй, и является самым большим недостатком введения этого оружия, друзья. Вовсе не то, что эта пушка выйдет гораздо дороже для многих игроков, нежели обычный донат. И даже не то, что снайперам кое-где придется очень неприятно, когда они будут ловить отсечку в тушку из этого самого Хеклер-Унд-Кох. Главная проблема – это инженер. Ведь в двух вариантах из трех этой пушки, вот кроме отсечек, инженер оказывается против противника, у которого автоматическое оружие, он примерно так же где-то даже лучше будет пилить в тело и при этом ваншотит голову. Сочно! И прочно! Да. Так что разработчикам, мне кажется, остается только два варианта. Первый – это, ну, как минимум, хотя бы немного нерфануть моды на эту пушку. Правда, тогда она может лишиться своей изюминки и мощи. Либо вариант второй, по которому наши разработчики, я практически уверен, и пойдут. Донат ввести новый на инженера с модами, сука! И чтоб жарил так, чтобы пердаки прямо, знаете, вот светились, сука, дымились. И почему-то я вот действительно не сомневаюсь, что так оно и будет. И чему ты радуешься, дебилоид? А тому, друг мой, что Варфейс не перестает удивлять.